привет вы на канале ливудский хаос сегодня погода какая-то такая с утра переменная то тучки то солнце но я думаю к обеду распогодится сегодня в наших планах это сделать сделать скважину пробить скважину и подождать машину щадим освещу это мероприятие могу могу только сказать по соседям бившим уже скважину что она будет около 20 метров 20 метров у нас будет через известняк проходить горную породу уже и по мере того какая то есть информация будет появляться я вам расскажу пока ждем машину водитель уже звонил вот буквально буквально должен где-то уже войти в наш поворот ждем машину так что не переключаемся смотрим оставайтесь на нашем канале комментируйте а вот к нам и подоспела бригада как видите на старом добром зеле сейчас ребята выруливают к месту пробивки скважины первым делом обратите внимание перед покупкой участка на какой глубине располагается водоносный горизонт в данной участке местность проще всего это узнать на сайт отборовых компаний они часто предоставляют такую информацию или непосредственно позвонить им где оператор подскажет вам нужную информацию если не обратить на это внимание можно попасть на значительные финансовые потери и окажется так что стоимость скважины будет треть а то и половину стоимости участка вот и началось наше бурение процесс этот не быстрый займет часа четыре второе необходимо определиться с местом расположения скважины в целом скважину можно располагать любой точке участка и даже вести в тех помещения дома если имеется центральная канализация а если ее нет тут больше надо отталкиваться от места расположения септика у которого имеется большой ряд ограничений поэтому располагаем септик на участке соблюдая все отступы как видим минимальное санитарное расстояние от скважины до септика составляет 10 метров в старых нормативных документах это расстояние было 15 метров но лучше всего располагать скважину как можно выше по рельефу и дальше от септика если это технически возможно третье выбираем способ обустройства скважины тут я воспользуюсь прогулками сайта где заказывал пробивку скважины ссылку оставлю под видео там кстати много полезной информации существует три варианта 1 долетняя эта скважина выводится на рельеф участка сама скважина не утепляется и в зимний период не эксплуатируется но таким способом можно завести скважину сразу в техническое помещение дома в этом случае вся автоматика находится в доме что значительно продлит срок службы данных приборов однако в дом можно вводить только скважину если она находится в скальном груди если песок то такую скважину необходимо часто обслуживать а в доме это сделать нереально тем временем к нам подоспела машина щебня щебень известняковый я заказал 10 метров кубических фракции 20-40 цена с доставкой за один кубический метр составляла 1300 рублей щебень нам нужен для устройства съезда с дороги пока мы отвлекались была уже подсоединена третья штанга 2 с помощью адаптера это когда в скважине с помощью адаптера делается поворот пнд трубы на глубине промерзания грунта и далее труба также заводится в техническое помещение дома третье это с помощью кессона это пола конструкция которая располагается в грунте она может быть выполнена из металла пластик или железобетонных элементов внутри кессона обычно располагает всю автоматику какое обустройство выбрать решать вам исходя из ваших условий и задач я выбрал кессон но сейчас бы посмотрел в сторону адаптера пока бы он работал на летний домик а в дальнейшем ему можно было бы завести в техническое помещение дома и вернуться в летний домик обратно а все потому что автоматики в помещении гораздо лучше а мне теперь только остается смотреть как себя покажет кессон на наличии конденсата при его утеплении и устройстве и вентиляции скважина билась перед 9 мая и в эти дни проходили репетиции парада военно воздушных сил россии над нами пролетало огромное количество вертолетов одну из них вы можете наблюдать сейчас в качестве обсадной трубы но и было выбрано нпвх труба так называемый не пластифицированный поливинил хлорид они были разработаны еще в 1930-х годах как альтернативная замена стальной трубе и как видим эти трубы уже больше 90 лет эксплуатируются труба имеет диаметр 120 миллиметров и толщиной стенки четыре с половиной миллиметра данную трубу спокойно войдет погружной насос диаметром три с половиной дюйма например джеликс водомет проф 5550 так что не надо бояться теперь давайте поговорим почему именно была выбрана нпвх труба первый и важный аргумент это то что нпвх труба изготавливается из первичного сырья там нет никакой переработки пластика в отличие от пнд трубы пнд трубу мы сразу отбрасываем второе это стоимость то есть из трех вариантов металл пнд или нпвх труба нпвх труба самая дешевая и третье нпвх труба устойчива к наростам и коррозии что не скажешь о металлической трубе вот поэтому и был сделан выбор в сторону нпвх трубы и и Ну вот и подходит к концу наша бурильная эпопея. Ребята со своей работой справились быстро и профессионально, за что большое спасибо. Скважину прокачивали около 40 минут, глубина скважины получилась 18,5 метров. Скважина находится в известняке, то есть в скальной породе. Также в конце не забываем подписывать договор и обращаем внимание, чтобы там присутствовали все печати и реквизиты фирмы. И не забудьте обратить внимание, какие показания скважины были записаны. Глубина скважины, дебит скважины, стационарный и динамический уровень и так далее. Ну а дебит скважины они обычно занижают. Это скорее всего связано с тем, что не хотят перестраховаться, чтобы наш насос не словил сухой ход. Ну а на этом все. До встречи. Пока. Пока.